Дарова всем ребята, кент пока на проводе и прямо сегодня хотел бы вам показать каким же стендов 2 был раньше, что же в нем поменялось, что же добавили, что же изменили и как все это происходило, в общем эволюция нашего с вами стендова, приятного вам просмотра, а мы начинаем. Ну и куда же без конкурса, чтобы получить данный замечательный прекрасный кунай поиск, первое что тебе надо сделать поставить лайк и подписаться на мой канал, во вторых написать любой хороший комментарий плюс твой айди и третье самое важное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток, всем желаю удачи. На GG стендов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК, также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов, также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению, всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании, GG стендов мой выбор. И конечно же нашу эволюцию стендов, а мы начнем с самой первой версии стендов под названием просто стендов, ну что же давайте смотреть что же это такое. Ну а прямо сейчас мы ребятки зашли в стендов мультиплеер, это тот самый первый стендов который вышел в 2015 году, ребят просто представьте этой игре целых 6 лет, я скажу так, честно говоря сейчас это просто тихий ужас, но 6 лет назад это было что-то с чем-то. Это просто трындец, я смотрю на эту загрузку, она кажись зависла, потому что ребят я уже успел покушать, я успел уже помыться, а она до сих пор загружается, стендов что с тобой. Ну что же, спустя 5 попыток я все-таки смог зайти в самую первую версию стендов. Ребят, у меня к вам такой вопросик, нахрена вы в это играете если есть стендов 2, это же просто какое-то мучение, ребят я даже не могу ходить, вы понимаете, эта игра даже не адаптирована под эмулятор. Так, ну что же, давайте попробуем как-то поиграть, честно говоря это очень неудобно, и кстати у меня такое ощущение, что у моего персонажа сколиоз, потому что посмотрите на его осанку, он ходит нахрена с горбом. А, так тут все игроки-то ходят, ничего себе ребят, тут все горбатые. Вот когда мама говорит будете долго сидеть за компьютером, она имеет ввиду именно вот этих вот парней, видите как они боком ходят. Ну что же, прямо сейчас я попробую сделать свой первый килл в самой первой версии стендов, то есть получается я буду дважды первый. Охля, братан, ты чё? Честно говоря, мне до сих пор непонятно, что там делал этот парень, но в любом случае я это осуждаю. Ну что же, а теперь идемте посмотрим, какой же раньше был инвентарь. Ну что же, прямо сейчас мы, ребятки, перейдем в инвентарь, я скажу сразу, что когда я захожу в этот инвентарь, у меня такое ощущение, что я скоро могу ослепнуть. Но, учитывая, что это было 6 лет назад, очень даже неплохо, потому что в половине игр 6 лет назад вообще не было никакого инвентаря. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, все-таки добрались до стендов 2. Да, это одна из самых первых версий стендов 2. Тут сразу раздел статистика, сразу на главном меню. Что же тут есть еще? Тут есть еще кнопочка играть, тут есть еще общее время в игре, сыр на матче, точность, процент без головы, ну в принципе все, как и сейчас. Я скажу так, в это хотя бы можно играть. Ну вот это хотя бы, ну не так страшно, то, что мы видели до этого. Вот это реально плюс-минус приятно. Когда мы нажимаем кнопочку играть, нас сразу перекидывают в игру. Вы спросите, а где же выбор режимов? Так а раньше же, в первой версии стендов не было никакого выбора режимов. Нажимаешь кнопку играть, играешь в командный бой. Это был единственный режим. Также, ребятки, у нас есть оригинал бокс. Да-да-да, это самый первый бокс, который был в игре. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, зашли в бокс. И вы посмотрите на этот страшный осмотр оружий. Как же это страшно! Конечно, не так страшно, как стендов 1. Но, тем не менее, выглядит реально стрёмно. Учитывая то, что есть сейчас, то разработчики большие молодцы. Но я вам скажу так. Как раньше падало с боксов полное дерьмо, так и сейчас. Вот есть что-то общее в стендове, что было раньше и сейчас. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, попробуем с вами поиграть в сам стендов. И посмотрим, какие же были раньше карты. А, вы не знали? Раньше была карта Short Dust 2. Да, это тот самый D-Dust, только в стендове. Ну что же, давайте посмотрим, что, как и зачем. Как мы видим, нас сразу, ребят, приходим встречать краткое обучение. Мы его пропускаем. В принципе, всё, как и сейчас. Видим новую карту. Блин, ребята, это просто соска. Посмотрите, как же это круто. Очень жалко, что разработчики эту карту убрали. Но убрали её по причине того, что... Это якобы плагиат CSGO. Ну да, это плагиат CSGO. Ну вся эта игра стендов, это плагиат CSGO, если на то пошло. Ну, ребят, я скажу, реально очень круто. Конечно, разброс желает лучшего, потому что, ну, раньше то, что было, это и разбросом тяжело назвать. Дальше, ребятки, у нас есть нож, есть пистолет. Я скажу так, в принципе, в это можно играть. А учитывая то, что это было 3 года назад, это даже очень, даже неплохо. И в это даже приятно играть, а не просто можно играть. Ну, а прямо сейчас мы вместе с вами смотрим на версию 0.10.0. Посмотрите на этот рынок, как же всё это фриково. Кстати, в версии 0.10.0 впервые добавили статтреки. И все просто в шоке, типа, как это оружие со статтреком? Это вы сейчас привыкли? А раньше это было в новинку. Версия 0.10.0 вышла более 2,5 лет назад. Обратите внимание на цены на донат. В принципе, всё очень даже адекватно. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребят, посмотрим с вами, какие же раньше были коллекции. Ну а в версии 0.10.0 было только 2 коллекции. Origin Case и Furious Case. И вот именно тогда добавили Furious Case. И все были просто в шоке. Потому что, ребята, добавили керамбиты. Конечно же, это было очень круто. Ну а прямо сейчас мы откроем вместе с вами, ребята, Furious Box. Посмотрите, как же всё это реализовано. Честно говоря, я смотрю сейчас, у меня такое ощущение, что это не стендов, это другая игра. Но нет, это наш с вами любимый стендов. Просто 2 года назад он был именно таким. И, честно говоря, ребят, может быть мы и не замечаем, но разработчики большие молодцы. Потому что они проделали огромную работу. Ну что же, а теперь идёмте дальше. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, перемещаемся вместе с вами в версию 0.12.0. Эта версия вышла 30 декабря 2019 года. И просто посмотрите, что же уже было на тот момент. Был Origin коллекция, Furious коллекция, Ravel коллекция, Fable коллекция. И раздел промокоды был прямо тут, прямо рядом с кейсами. Ну, как по мне, ребят, очень даже неплохо. И я вам скажу честно, поменялось не так-то и много. Не, хотя поменялось много. Но вот я смотрю по интерфейсу, по сути, всё как было, так и осталось. Рынок как был, так и остался. Коллекции как были, так и остались. Добавили ещё Scorpion коллекцию. А Origin коллекция вышла на рынок. Ну, в принципе, ребята, всё плюс-минус то же самое. Ну, а я скажу честно, мне всё очень нравится. Кстати, это первое обновление, в котором добавили пас. Потому что раньше никто и не знал, что это за пас, а как, с чем его едят. Вот, ребята, разработчики решили заработать. И придумали такую прикольную тему, как новогодний пас. И вот именно с того периода разработчики стали регулярно добавлять различные пасы. Ну, и, конечно же, ребятки, обратите внимание, какие же раньше были прикольные режимы. New Year Madness 2020, Снежный Безумие, Царь Горы, Безумные Санты. То есть, добавили довольно-таки много раз к режиму. Конечно же, все эти режимы надоели примерно спустя две игры в них. Но, тем не менее, вот так вот было прикольное обновление. И это тоже час истории и час эволюции Standoff 2. Ну что же, а теперь мы идём дальше. Ну, а сейчас мы, ребятки, посмотрим на обновление 0.13.0 от Старого Кента. Этому видео больше года. Значит, это обновление тоже вышло чуть больше года назад. Ну что же, давайте смотреть, что же есть интересненько в версии 0.13.0. Что же добавили? Куна Рипер! Вау! Как же классно! Это Кунай Позишн! Вау! Очень-очень круто-то! Во-первых, я не понимаю, почему я такой странный раньше был. Во-вторых, не понимаю, почему я Кунай Позин считаю, как Кунай Позишн. И, в-третьих, не понимаю, почему я удивляюсь этим ножом. Потому что это все! С этими ножами вообще никто не играет. Обратите внимание, что же изменили на рынке. Добавили Скорпион Коллекцию. Ориджин Коллекцию убрали. Также добавили Рейнбоу Сикер Паки. И эти Рейнбоу Сикер Паки до сих пор есть на рынке. Я уже хочу новой Сикер Паки. Ребят, хештег в комментариях новой Сикер Паки. Потому что мне надоели. Рейнбоу Сикер Паки от прошлого века. И, конечно же, ребята, в этом обновлении добавили режим под названием Перехват. Если вы помните, поставьте плюсик, потому что вы официально олдфак. Я вам скажу только одно. Есть одна небольшая проблемка с этим режимом. То, что он был нереально забагованный. На этом режиме можно было получать по 50 тысяч опыта. Просто представьте, насколько же он был забагованный. Но большое спасибо разработчикам. Потому что они запарились. И даже для этого отдельного режима они создали новую карту. Ну, как новую. Это переделанная зона 9. Но, тем не менее, они потратили очень много усилий. Посмотрите на все это. Это реально переделанная карта зоны 9. И, честно говоря, это достойно вашего лайка и вашего внимания. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, видим финальную версию этого стендоффа. Конечно, я не знаю, когда вы смотрите это видео. Возможно, вы смотрите через 5 лет. Но на данный момент, на 2020 год, это, ребята, финальная версия стендоффа. И вы посмотрите, как же все круто. Я просто не знаю, а что может быть дальше. А куда дальше. Как вот это может стать еще лучше. Но я очень надеюсь, что снова будет процветать и будет расти. И вы, ребята, можете прямо сейчас передать себе привет в будущее. Поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока.